Утренний эфир продолжает криминальные новости в студии Зоны Икс. Виолетта Соколович, здравствуйте. Более полутора миллионов рублей неуплаченных налогов. Финансовая милиция напомнила, что бизнес, деньги, хорошо, но и налоги нужно платить, чтобы потом не было слишком больно. В Могилеве пресечена незаконная деятельность владельца станции по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Причина – уклонение от уплаты положенных платежей. По информации ДФР, в дополнение к основной коммерческой компании, занимающейся продажей и ремонтом машин, бизнесмен организовал регистрацию подконтрольной фирмы с аналогичным видом деятельности. Топ-менеджерами в обеих компаниях формально были назначены люди, однако все руководство было в руках собственника. При этом зарегистрированное в 2018 году дополнительное предприятие полностью дублировало деятельность основного офиса, который работает почти 20 лет. Зачем такие сложности? Регистрация второй компании и внедрение серой схемы потребовалась для искусственного разделения прибыли и упрощенной системы налогообложения. В итоге в отношении владельца бизнеса и номинальных руководителей возбуждено уголовное дело, а вот причиненный ущерб уже возмещен в бюджет. Дайджест криминальных и чрезвычайных происшествий далее в программе. В Борисове задержаны сразу две закладчицы. Сотрудники наркоконтроля вышли на девушек, которые раскладывали психотроп по тайникам. Фигуранток 18-летних минчанок задержались по личным. Они признались, что работали на интернет-наркошоп около трех месяцев, забирали оптовые партии товара, делили на мелкие и распространяли по Минску. Накануне задержания получили от куратора задание поработать в Борисове. На момент задержания подозреваемые успели оставить 15 закладок в Борисове общей массой 30 грамм. По месту жительства девушек на съемной квартире в столице правоохранители обнаружили и изъяли 197 граммов альфа-ПВП. Различные средства для фасовки и упаковки, наркотиков, пакеты, изоленты, электронные весы. Предварительно установлено, незаконной деятельностью подозреваемые занимались около трех месяцев. Мужчина на автовокзале похитил багаж минчан, которые собирались на отдых. Семья не нашла свои чемоданы в автобусе уже по приезду в аэропорт. О случившемся они рассказали в милиции. Оперативники установили, что вещи еще на автовокзале похитил 67-летний мужчина. Он подождал, пока семья сядет в автобус, после чего вытащил чужой чемодан и скрылся. Сам фигурант пояснил, что был пьян. Сумма ущерба составила около 2000 рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу. Женщину спасли на пожаре в Борисове. Сообщение с улицы строителей в районном центре поступило накануне ночью. Горела квартира на втором уровне многоэтажки. В комнате на полу огнеборцы нашли хозяйку и вывели ее на свежий воздух. Женщину осмотрели медики. В помощи она не нуждалась погибших. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов дома не потребовалась. В Каменецком районе произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. 25-летний водитель Ауди ехал по автодороге Высокая-Кобрин. По предварительным данным, на 29-м километре он выехал на встречную полосу и столкнулся с Пежо, за рулем которого была 46-летняя женщина. На месте аварии работали сотрудники МЧС. Они помогли выбраться из Пежо, которая оказалась в кювете двоим пострадавшим. В результате аварии оба водителя, а также 23-летняя пассажирка Ауди и 48-летняя женщина из Пежо были доставлены в больницу для обследования. Пьяный водитель повредил 7 автомобилей в столице. Как сообщили в ГАИ, 52-летний водитель Шкода, выезжая со двора дома номер 46 по улице Панченко, не рассчитал с габаритами и зацепил сразу 7 припаркованных машин. Как выяснилось, мужчина был пьян по результатам медицинского свидетельствования. В его организме выявлено больше 1,7 промилле алкоголя. В центре Петербурга девушка нокаутировала навязчивого поклонника. В момент ссоры запечатлели камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, что молодой человек пытается оказать девушке в белом платье знаки внимания, несмотря на ее отказ. В ситуацию попытался вмешаться охранник, который отстранял мужчину. Однако девушке не потребовалась защита. Поставленным ударом она сбила навязчивого поклонника с ног. Как сообщают СМИ, девушку зовут Алиса. Ей 21 год, и она чемпионка боевых единоборств ММА. Это были новости Зоны Икс. Оставайтесь с нами на Беларусь 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!